Начало турнира положило торжественное открытие. 11 сборных в равной степени претендуют на победу, но все рассудят поединки. Я уверен, что турнир будет еще одним этапом для формирования единой спортивной культуры общения, здорового образа жизни. Я желаю всем участникам успехов, удачи. Пусть победит сильнейший болельщикам ярких впечатлений и хорошо провести время. Всего самого доброго, успехов всем! Первая игра турнира администрации против политехнического колледжа. Чиновники сразу же захватывают инициативу. Резкие подачи, прием мяча, красивые комбинации. Студенты без боя сдаваться не собираются. Периодически и у них игра получается. Команда администрации близко по счету соперника не подпускает. К середине первой партии обозначает свое преимущество и доводит его до победы. 25-12. Опыт. Мы стоим на том месте, где надо стоять. Мяч у нас прилетает. А молодежь бьет сильно. Стоит не на том месте. Ну, такая шутка, аллегория. В целом, интересная игра для них, прежде всего. Чем ответит молодежь? Работа над ошибками уже проведена. Не хватает серьезности и, в общем, стабильности в команде. Мы готовились к этой встрече, но как-то так получилось, что... Во второй партии администрации успех развивает и сослуженная победа. Правда, до финала дойти не удалось. В главной игре турнира сошлись Лукуэлл Западная Сибирь и Когалым Энергонефть. В играх на кубок завтра нет. Проиграл – выбываешь. Выиграл – идешь дальше. А в финале вообще нет права на ошибку. На кону главный трофей турнира. Нефтяники начали резво. Сходу заколачивают три безответных мяча. Энергетики ближе к середине партии. Счет сравнивают. Команды попеременно вырываются вперед. Мяч подолгу парит над сеткой. Болельщикам такая игра явно по душе. Но все же первый сет за Когалым Энергонефтью. 25-21. Слегка отдохнув и подкорректировав свои действия, команды снова ринулись в бой. Рисунок второй партии не поменялся. Разве что начало за энергетиками. Нефтяники постепенно догоняют соперника. Но Когалым Энергонефтью сыграла более рационально. В результате счет 25-18. Энергетики чемпионы. Им полагаются кубок, медали, дипломы. Воля к победе это во-первых. Во-вторых, игроки нашей команды проявили большое желание. Все за мячами падали, старались защитить. Нападение тоже у нас получалось. Немалый фактор, что постоянно вместе тренируемся. Команда у нас уже сбитый костяк, так сказать, уже давно. Вот это, мне кажется, и сыграло свою роль. Ну и опыта тоже хватает. Когалым Энергонефть добавил еще один трофей в копилку спортивных побед. Но долго праздновать у них не принято. В декабре стартует турнир на Кубок головы города. Им, как прошлогодним победителям, необходимо быть в тонусе. Благо и соперники не дремлют. Сергей Фимцев, Дмитрий Самбур, Алексей Николаев. Специально для новостей.